Перед отработкой действий – смотр техники. Среди пожарных автоцистерн здесь есть, к примеру, малый лесопатрульный комплекс. Может использоваться в лесных и ландшафтных пожарах и рассчитан на 40 минут беспрерывной работы. Полностью он оборудован ранцами пожаротушения, установкой высокого давления, что позволяет оперативно сбивать кромку огня. Сейчас в регионе действует четвертый класс пожарной опасности. Всего с начала года в лесах Челябинской области произошло больше 80 возгораний. Штрафы увеличиваются вдвое. То есть, если у нас до введения на физическое лицо было штраф от 15 до 30, то сегодня она составляет от 40 до 50 тысяч рублей. Для отработки пожарно-тактических учений выбрали поле рядом с Троицком. Сотрудники МЧС, лесной охраны, полиции и скорой помощи должны максимально быстро и слаженно добраться до места происшествия. На тушение условного пожара выехало 38 единиц техники из 14 муниципалитетов. По легенде, в трех километрах от поселка Мирно произошло ландшафтное возгорание. Огонь уже перекинулся на лес и приближается к поселку детскому лагерю. На место тут же выезжают пожарные и лесная охрана, чтобы оценить обстановку и предотвратить дальнейшее распространение огня. Сухая погода этой весной установилась раньше обычного. Число пожаров в лесах и полях региона в этом году тоже намного выше прошлогоднего. Мы можем говорить о том, что превышение по пожарам идет у нас в 9 раз. На сегодняшний день это 649 ландшафтных пожаров и 83 лесных пожаров. Прямо во время учения произошел реальный пожар. Недалеко от поселка загорелась сухая трава. Потушись в изгорание, выехала бригада Увейского лесхоза. Предполагается, что виновником пожара стал местный фермер, который проводил отжиг поля. Огонь перешел в лес. Пока устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Венера Каримова, Андрей Грещук, 31 канал.